приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала гафур ашланбек ахмедович рахимов родился 22 июля 1951 года в ташкенте узбекской сср когда ему исполнилось 7 лет отец впервые привел маленького гафура в секцию бокса так и началась его спортивная карьера еще будучи подростком гафур стал показывать первые предпринимательские способности он продавал пирожки около кинотеатра казахстан за что в школе получил прозвище пирожок потом была служба в советской армии после армии в 1970 году он становится студентом и пять лет живет в ленинграде далее закончив ленинградский инженерно экономический институт в 1975 году рахимов возвращается в ташкент поступает на работу в министерство торговли узбекистана и параллельно работает тренером по боксу на ташкентском стадионе динамо который как известно принадлежит мвд перед развалом ссср гафур рахимов был замечен в правлении общественного движения окам ассоциация кооперативов акционерных и малых предприятий это первое образование узбекской мафии узаконивший свою деятельность формально членство в этом предпринимательском союзе было добровольное но в реальности рэкетиры заставляли предпринимателей вступать в общественную организацию путем угроз и шантажа а иногда и откровенных нападений в числе которых были захват заложников пытки поджоги и грабежи таким образом братва получала свою долю с частного бизнеса узбекистана за крышевание на вполне официальном уровне виде членских взносов сейчас эта организация переименована в общественную организацию союз предпринимателей и промышленников узбекистана с пп и членство в ней также добровольная но только формально в реальности бизнесмены уже несколько лет жалуются что налоговая инспекция ташкента и других крупных городов узбекистана не принимает квартальные и годовые отчеты если не уплачен взнос один процент от дохода в спп у причем рассматривается этот платеж вместе с обязательными налогами и выплатами каким образом гафур смог подмять под себя налоговые органы непонятно как и тот факт почему этим не интересуется прокуратура и милиция хотя наверное этот вопрос риторический единственные кто в те времена не платил никаких взносов за крышу и вообще не подчинялся уличной братве это общественной организации ветеранов афганистана и ликвидаторов аварий на чернобыльской аэс а посему под крышу ветеранских организаций охотно шли предприниматели кто не хотел иметь ничего общего с бандитами с 1990 по 1993 год рахимов основывает несколько торгово-посреднических фирм которые впоследствии трансформируются в экспортные импортные компании совместно с российскими казахстанскими и европейскими партнерами казалось бы что тут крамольного в те времена тотального хаоса прозванные в народе лихие 90-е все начинали бизнес и вели его как могли ведь это было не запрещено законом все так если не учитывать мягко говоря агрессивное поведение на рынке гафу ровских структур где вымогательство избиение а иногда и убийство ни в чем не повинных людей были такой же неотъемлемой составляющей как и коррупция или шантаж в бизнес-сообществе узбекистана усиленно муссировались слухи что гафуровские под видом межгосударственной торговли занимаются еще и наркотрафиками из афганистана в особо крупных размерах выбиванием долгов незаконными силовым захватом чужого имущества позже этот вид криминальной деятельности получит название рейдерство а также подкупом высокопоставленных чиновников еще одна статья доходов гафура это торговли людьми его подручные поставляли девушек в том числе и малолетних и нередко похищенных или уведенных сексуальное рабство за долги родственников в борделе турции арабских эмиратов кореи россии казахстана греции и таиланда этот бизнес он вел совместно с принцессой старшей дочерью президента узбекистана гульнарой каримовой прозванной в европе узбекская злодейка против которой возбуждено несколько десятков уголовных дел в швейцарии швеции норвегии финляндии франции сша и канаде в основном по запросу интерпола если говорить о живом товаре то обычно подразумевается что речь идет только о поставках женщин для интим индустрии но нет есть еще и доставка нелегальной рабочей силы гастарбайтеров на многочисленные стройки россии и казахстана у гафуровских имелись чайханы где лохов грузили на несуществующие долги а потом забирали все что можно было взять в том числе детей сестер жен или матерей если те представляли интерес как товар если фраеру платит налог установленному сроку значит родственницу вернут а нет перепродадут на невольящем рынке лохматого золота кроме того гафуровские бригады брали под свою опеку бизнесменов коммерческие фирмы рынке и даже государственные предприятия в числе которых такие производственные гиганты как ташигрушка сп софпласт итал ташкентский фарфоровый завод рынке бешагач эски шахар алайский фархатский и подром база мобильных перевозок турпак ташкентский гум на те времена два самых крупных отеля узбекистан и чурсу спорткомплекс юбилейный сеть магазинов динамо ганга березка аль машрик многочисленные гостиницы и как следствие вся криминальная деятельность северной части казахстана именуемый старый город и все что к нему примыкало картежники наперсточники лохотрончики мошенники сутенеры проститутки наркоторговцы нелегальное и частное такси производство алкоголя рестораны кафе мелкие воришки гоп-стопщики форточники щипачи валютные менялы скупщики золота все это имело гафуровскую крышу а посему свело пышным светом и было неуязвимо для правосудия давая доходы мафии в основном черным налом под гафуровскими оказалось несколько крупных банков таких как turon банк узинвестбанк узавия банк халк банк и аллока банк так что с финансированием проектов у гафура не было никаких проблем естественно в те времена такой бизнес невозможно было вести без серьезной силовой поддержки самом прямом смысле этого слова и спортсмены в те времена впрочем как и сейчас в пг были явлением обыденным и даже необходимым а посему гафур в 1993 году становится вице-президентом республиканской федерации бокса которая имеет в своих рядах именитых спортсменов и тренеров а также является кузнецей кадров для гафуровских бригад с которыми в лихие 90-е даже правоохранительные органы предпочитали не связываться кстати есть масса фактов что милиция тогда также была на стороне гафура ведь его люди покупали чиновников как семечки на базаре так длится пять лет гафуровская криминальная империя все больше заявляет о себе и накачивает мускулы сам гафур обрастает связями и в 1998 году он становится членом исполнительного комитета международной ассоциации любительского бокса и почему-то для него учреждена должность председатель бизнес комиссии при он и общественной организации такое возможно было только в узбекистане и в период всеобщего хаоса бокс с элементами частного бизнеса в общественной организации то есть элементы силовой и криминальной составляющей в силу сложившихся обстоятельств даже не пытались скрывать с 1999 года гафур рахимов выбран вице-президентом олимпийского совета центральной азии а в 2001 году назначен председателем национального олимпийского комитета узбекистана 2005 году его переизбрали на этот пост даже несмотря на серьезный скандал вокруг его персоны во время олимпиады в 2000 году власти австралии отказали в визе гафуру рахимову с мотивировкой как одному из руководителей международной мафии что впрочем не мешало ему посещать подобные мероприятия в россии китае и европе кстати его коллеги салиму также была отказана в в 2002 году гафур рахимов избран вице-президентом международной федерации бокса в 2003 награжден почетным орденом международного олимпийского совета азии в 2004 году он становится председателем попечительского совета узбекского благотворительного фонда мехард джон спорт основным направлением которого является выявление и поддержка талантливых детей в сфере спорта в основном сирот то есть это была альтернатива школы олимпийского резерва и ничего плохого в этом нет ведь были такие спортивные инкубаторы и при союзе политическая карьера гафура рахимова идет в гору с фантастической скоростью и в 2006 году он становится исполнительным директором международной федерации бокса в 2007 президентом азиатской федерации бокса а в 2010 его второй раз переизбирают на этот пост что открывает большие возможности для легализации криминальных доходов и отмывки капиталов однако в 2012 году конгресс сша руководствуясь докладами министерства финансов америки и финансовой разведки вносит гафура рахимова в список самых опасных руководителей международной мафии именуемый братский круг объявив его международный розыск как лицо подозревающиеся в связях с международным наркотрафиками торговли людьми а возможно и в связях с террористами впрочем вскоре сша меняет свои планы и имя гафура загадочным образом исчезает из этих списков что послужило причиной такого решения остается тайной это обстоятельство не мешало гафуру посещать страны евросоюза как с частными визитами так и в составе государственных делегаций многим кажется недопустимым что главный мафиози узбекистана в статусе государственного чиновника представляет страну на международном уровне в американской прессе усиленно муссировалась мысль что именно гафур имел прямое отношение к тому что выбор международного олимпийского комитета пал именно на сочи и за два года до открытия зимних олимпийских игр в 2012 году американские тв-каналы публиковали результаты журналистского расследования что липкие щупальцы узбекской мафии проникли и в мог к тому моменту гафур рахимов уже получил паспорт гражданина россии вероятно на другое имя что дает ему возможность посещать европу не опасаясь быть пойманным интерполом некоторые приближенные гафура пожелавшие остаться инкогнито подтвердили что именно рахимов давил на членов мог чтобы выбор 119 сессии мог пал именно на россию по мнению британских и американских спецслужб гафур рахимов является одним из четырех наиболее важных персон в мировой наркоторговли и торговли людьми которые имеют прямое отношение семья президента узбекистана ислама каримова но в виду сотрудничества узбекистана по линии нато пока этот факт замалчивается как прочими другие преступления в современном узбекистане узбекистан граничит с афганистаном и узбекская мафия активно поставляет оттуда героин через россию в европу где в косово фасуется и распространяется уже в розницу хотя если быть честным до конца эти доклады попахивают конкурентной борьбой ведь основная производственная база героина расположена в афганистане и сведением натовских войск в 2001 году производство белой смерти увеличилось 200 раз так что не исключено что одна международная наркомафия таким образом смещает другую всякое явление если нет реальных фактов имеет свое логическое объяснение и именно такая версия наиболее приемлемая по мнению гуздепа сша гафур рахимов самый опасный гангстер является руководителем международного криминального синдиката бывших стран ссср но возникает масса вопросов почему самая исключительная страна ничего не делает для его поимки и привлечения к ответственности а возможностей у них было более чем достаточно в 2010 году гафур впал в немилость ислама каримова и он бежал в россию в узбекистане его объявили международный розыск а в 2012 году министерство финансов сша заморозила все его активы если таковые имели место быть что не мешает гафуру спокойно посещать страны евросоюза и иметь там не только счета но и некоторый бизнес следы которого тянутся через россию в европу что еще раз наводит на мысль что гафур это важное звено в героиновой цепочки а все потуги американцев это всего лишь страстные попытки вытеснить его из столь доходного бизнеса это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам удачи вам Продолжение следует...